Приветствую всех, искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу с вами поделиться одним прекрасным словом из Писания. Бог называет Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Итак, мы замечаем, что в жизни Авраама было нечто, что не было в жизни других людей, из-за чего Бог поклялся и сказал, что именно через Авраама будут благословляться все народы. Он принес в жертву то, чего он ожидал от Господа целых 25 лет. Исаака. Мы замечаем еще одну такую персону, который, зашишая Израиля, он дал обет Богу, что видят из моих ворот, то я принесу в осыжение. И после поражения врагов вышла его дочь, девственница. И если в жизни Авраама, Авраам имел три дня подумать об этом, принести Исаака в жертву или нет, а в жизни этого человека целых два месяца было возможности передумать, но он не передумал. А какая была разница между этим человеком и Авраамом? Разница была в следующем. Он не верил, что Бог может воскрешать его дочь. Но про Авраама в послании римлянам апостол Павел интерпретирует этот стих так, что Авраам верил, что Бог может Исаака воскрешать из мертвых. Почему? Откуда такая основа у Авраама? Авраам понимал, что он уже стар, и его тело, как понятие мужское, умерло. Он не может давать плода. И тело его жены Сары тоже умерло, как женщина, которая может принять семя, чтобы запеременеть и родить плод. И Авраам понимал, что Бог, который посетил его, его жену, и они получили вот эту силу, чтобы принять семя, вот тот же самый Бог может воскрешать Исаака из мертвых. Вот что дает Богу основу для того, чтобы называть себя Богом Авраама. Это человек веры. И если мы без веры подходим к Богу, мы не можем его угодить, потому что Библия говорит, ибо приближающиеся к Богу должны верить, ибо без веры угодить Богу невозможно. Вот почему Авраам угодил Богу. В жизни Исаака, когда Бог называет себя Богом Исаака, что же угождало Бога, что Он называет себя Богом Исаака? Исааку было сорок лет, когда он женился. Целых двадцать лет его жена не рожала, и через двадцать лет после его молитвы она родила двух сыновей. Сыновья уже были взрослые, двадцать лет, и когда Иаков обманул своего отца Исаака и обманным путем взял благословение, первородство. Итак, Исааку было приблизительно восемьдесят лет. Когда Исаак умер, ему было сто восемьдесят. Значит, замечаем, что целых сто лет Исаак был слеп. Он был слепой. Он не видел. За все эти сто лет в его жизни было нечто. Что было в его жизни? Он никогда не унывал перед Богом. Он никогда не укорял Господа, что «я же наследник, я же тот, который наследует все твои благословения, а я слепой. Я не вижу ничего». Он никогда не говорил. Почему? Что заставляло его молчать? В чем была его сила? Это мы замечаем в жизни Иакова, когда Лаван пришел, чтобы наказать Иакова, когда он убегал от Лавана. Когда они клялись, и он в клятве сказал так, что, Библия говорит, он клялся страхом отца своего Исаака. В оригинальном переводе написано так, что Иаков сказал «Если б не страх того, перед которым дрожит отец мой Исаак», то есть Иаков в жизни своего отца видел то, что не видел Исаак. Исаак никогда не замечал, что Исаак, его отец, боится страшиться перед Господом. У него страх Господень – это священное, это святое, а вот Иаков это замечал. Вот Иаков понимал, почему его отец вернул перед Богом. Разве в Новом Завете мы не замечаем вот это обетование Божие, когда Бог говорит «Вложу страх мой в сердца их, чтобы они не отступали от Меня». Вот почему Исаак не отступал от Бога. Итак, человек слепой, который не видит, у него есть нечто. Что это? Это надежда. Он двигался надеждой, потому что он не видел уже ничего. И Бог не стыдится себя называть Богом Исаака. Что же было в жизни Иакова? Во время перехода Иавока, когда он остался один, у него был только свой посох. Он хромал, потому что Бог прикоснулся во время борьбы к его ноге, и он стал хромым. Он схватил за Господа и сказал «Благослови Меня». Когда Иаков борется с Богом, когда я и ты боремся с Богом, когда вопрос касается нашему эго, мы обнажаемся перед Богом. Мы начинаем исповедовать наше естественное «Я». Кто мы есть на самом деле? Если мы обманщики, мы говорим Господу «Это я, я Иаков, я обманщик». Тогда Бог говорит «Отныне будешь называться Израиль». Он дает нам новое имя, когда мы признаемся перед Богом, кто мы есть на самом деле. Но Иаков схватил за Господа и сказал «Благослови, я обманщик, да я тот, я могу обмануть своего слепого отца, я могу обманывать моего тестя, я могу обманывать любого человека, но прошу тебя, не оставляй меня. Не оставляй твое присутствие смысл в моей жизни. Я люблю тебя. Я люблю твое благословение. А твое благословение – это твое присутствие в моей жизни. Ты есть смысл в моей жизни. И Бог не стыдится называть себя Богом Иакова. Итак, в жизни Авраама Бог называет «я есть Бог Авраама», то есть «я есть Бог веры». В жизни Исаака Бог называет себя Богом Исаака, то есть «я есть Бог надежды». А в жизни Иакова Бог называет себя Богом Иакова, то есть «я есть Бог любви». Если ты человек веры, Бог называет себя твоим Богом. Если ты человек надежды, то Бог называет себя твоим Богом. Если ты человек любви, то Бог называет себя твоим Богом. Мы замечаем в книге евреям в 11 главе, что все герои веры искали не земное, а небесное, и они себя считали странниками и пришельцами. Разве не о таких людей говорится, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные»? Второй стих. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» Мы замечаем, что Бог посылает человека на землю, ко Христу. Христос подготавливает человека и посылает человека к Отцу. Кто ты? Посленник от Бога? Человек, который встретился со Христом? Считаешь ли ты себя странником и пришельцем? Царь Давид, будучи царем и мощным политиком и вождем и воином, пророком и смешенником, он говорит «Странник я на земле, не скрывай от Меня заповедей твоих». Ты считаешь себя странником. Если ты странник на земле, если ты пришельц просто, который временно пришел и пойдет к Господу, Бог себя называет твоим Богом. Он не стыдится называть себя твоим Богом. Он – Бог странников. Он – твой Бог, и это прекрасно. Наш Господь, когда воскрес из мертвых, Он сказал «Идите, скажите моим братьям, иду к моему Богу и к вашему Богу. Иду к моему Отцу и к вашему Отцу». Он сказал, что «Иди к моим братьям, идите к моим братьям». Он назвал нас братьями своими, и Он сказал, что этот могучий Бог, безначальный и бесконечный, этот живой Творец, Он есть наш Бог. Он себя называет нашим Богом. Через Христа Иисуса, благодаря Христу Иисусу. И это еще недостаточно. Он себя называет нашим Отцом, благодаря Иисусу Христу. Сегодня у нас радостная весть. Он – Бог веры. Он – Бог верующих. Он – Бог надежды. Он – всех, которые надеются их Бог. Он – Бог любви. Он – Бог любви. Он – Бог всех, которые наполнены, исполнены любовью друг к другу. И Он – Бог всех пришельцев и странников. Через Господа Иисуса Христа. Пусть дух твой радуется. Пусть душа твоя радуется. Приближайся к Господу. Укрепись в вере. Укрепись в надежде. Не переставай любить. Написано. Из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но кто потерпит до конца, тот спасется. Итак, держись, друг мой, в вере. Держись, мой брат и моя сестра в надежде. Держись, дорогая душа в любви. Пусть Бог благословит тебя и укрепит тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мир дому твоему. Аминь.